Всем привет! Это Пуровида с Настей. В одном из предыдущих видео я рассказывала о том, как мы покупали билеты в Коста-Рику. На тот момент нас отделяло от этой страны всего месяц, за который мы должны были завершить массу дел в России, с чем мы благополучно справились и двинулись в путь. Сегодня я расскажу о том, как мы добирались до Коста-Рики. В этом путешествии для меня все было абсолютно новым, поскольку раньше за пределы Свердловской области я выезжала только в детстве. До Москвы мы добрались на поезде, остановились в гостинице «Сокол» в районе станции метро «Сокол». Этот район нам очень понравился, тихий, спокойный, уютный. Номер в гостинице был просторным, чистым, с собственной ванной комнатой, с огромным окном, с холодильником и телевизором. Персонал в гостинице был очень дружелюбным и любезным. Цена за ночь на двух человек, на тот момент была примерно две тысячи рублей. Этот отель нам очень понравился и в течение всей недели, пока мы там жили, мы чувствовали себя как дома. Очень рекомендую. В Москве мы старались посетить как можно больше достопримечательностей, гуляли по магазинам, катались на метро. И вот наступил день вылета. Поздно ночью на такси мы поехали в аэропорт Домодедова и там столкнулись с единственной проблемой во время всего нашего перелета. При сдаче багажа оказалось, что мы немного не рассчитали его вес и превысили норму. Поэтому прямо в аэропорту нам пришлось оставить пару вещей. Внимательно проверяйте вес вашего багажа, когда собираетесь в путешествие. Больше никаких проблем на пути к самолету не возникло и мы полетели во Франкфурт. Нам очень повезло с попутчиком, он оказался путешественником и на протяжении всех трех часов перелета он рассказывал о своих поездках в разные страны. Было весело. Также он сказал, что предпочитает всегда летать с немецкими авиакомпаниями, потому что немцы очень аккуратные, внимательные и пунктуальные, чем он нас очень успокоил перед дальним перелетом в Коста-Рику. Время пролетело незаметно и вот уже посадка в Германию. В аэропорту Франкфурта мы 5 часов ждали следующего рейса в Доминикану. Ничего интересного там не было, поскольку дальше транзитной зоны никуда ходить было нельзя. Хотя аэропорт мне очень понравился, он огромный, современный, красивый. А потом начался наш 10-ти часовой перелет через океан с той же компанией Кондор. Все было замечательно. Нам выдали одеяло, подушки, нас кормили три раза, можно было смотреть телевизор, наблюдать наш полет в режиме реального времени или слушать музыку, спать. Но оказывается 10 часов в одном положении это невероятно долго. Мы шевелились как могли. Но в результате, конечно, мы успешно приземлились в аэропорту Пунта-Кана. В Доминикане мы прожили 5 дней, но подробнее о впечатлениях об этой стране я бы хотела рассказать в отдельном видео, а сегодня только про перелет. Итак, через 5 дней мы вылетели из столицы Доминиканской республики Санта-Доминго, аэропорт Лас-Америкас в Коста-Рику. Всего 2 часа полета и посадка в аэропорту Хуан-Санта-Мария Интернешнл в Аллахуэле. Поскольку это было рано утром, такси мы заказывали заранее при бронировании отеля. Нас уже ждали и довезли до места. Отель оказался очень уютным. Хозяйка доброжелательная, говорила на английском, всегда с удовольствием помогала нам. Номер чистый, просторный, собственной ванной комнатой. Также в отеле есть кухня, на которой можно было готовить, и патио. Цена за двоих на одну ночь в тот момент была 2000 рублей. Кстати, мое первое впечатление от Коста-Рики это очень много свежего воздуха. И еще я помню сразу заметила, Коста-Рика это что-то новое и уникальное, какое-то казалось бы несовместимое, но гармоничное сочетание современной инфраструктуры и природы. Вот так благополучно мы добрались до Коста-Рики. Отель мы сняли всего на 3 дня, и за это время нам предстояло найти постоянное жилье. Но об этом в одном из следующих видео. А на сегодня все, все ссылки я оставлю в описании. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ассо лего!